Теперь, если газеты таким образом работают, что получается? Если какой-то чиновник попадает в поле зрения этой газеты, то эта газета начинает за ним охотиться, следить, снимать, собирать информацию, получать от людей документы, публиковать. Сейчас власть что делает? Когда газет начинает против власти писать о коррупции самого Назарбаева, премьер-министра, министров, эту газету запугивает, затыкает ей рот и все. Закрывает, искен всякие придумывает. Это на самом деле цензура и нет свободы слова. И таким образом коррупция не может изживаться. А когда будет реальная свобода слова, запрет цензуры. И когда будут разные средства массовой информации, эти все газеты будут реально как цепные псы кидаться на тех, кто участвует в коррупционных сделках, ворует и так далее, нарушает закон. Это только часть ситуации, когда работают средства массовой информации. Когда независимые суды, когда независимая правоохранительная система, то есть что значит независимая? Когда каждый следователь обязан по закону исполнять свои прямые обязанности, то есть именно что? Если ему поручили расследовать то или иное дело, он обязан это сделать честно и законно. И когда он будет независимый от своего начальника, начальник если скажет, нет ты закрой глаза на это, он должен написать рапорт вышестоящий раз, подать суд на своего начальника, два, и система будет так построена, что он будет защищен, его никто не сможет уволить. Вот что значит независимая система, как судебная, так и правоохранительных органов и прокуратуры. Тогда значит, когда эти факты выявятся из информации средств масс-информации, то начнет работать МВД и следственные органы. Затем дела будут передаваться в судебную систему, это будет освещаться открыто телевидением, газетами, это будет в зоне внимания партий депутатов. Ни один судья не сможет нарушить закон, потому что он его самого посадит в тюрьму. Раз. Во-вторых, никто не может оказывать давление, не сможет президент позвонить или премьер-министр, кто-то из вышестоящих, сказать, ты, судья, сделай так, потому что за этот звонок сразу попадает под удар уже сам тот, кто позвонил. Не говоря о том, что если судья среагирует на этот звонок, то его самого посадят. Вот я еще раз хочу привести пример, когда федеральный судья отменил указ президента США Трампа, и все, и этот указ перестал действовать. То есть сочетание, когда есть свобода слова, запрет цензуры, когда нет монополий на средств масс-информации, это становится очень сильным инструментом борьбы против коррупции.